Матхуль, привет! 179-я школа! Самая моя любимая задача из четырех, которые я дал. Последняя. Две промежуточные мы в другое разберем вместе. А сейчас мы разберем последнюю, потому что это... Это восторг, насколько может быть сложной задача с простейшей формулировкой. Поход пошло 30 школьников. Оказалось, что среди любых десяти из них обязательно найдется трое одноклассников. Понятно, да? Перебираем все десятки и каждый раз убеждаемся, что в любой десятке есть трое одноклассников. То есть в этой безобидной формулировке на самом деле заключен перебор С из 30 по 10 разных подмножеств. Докажите, что в походе приняло участие не менее 8 человек из одного класса. То, что задача стоит здесь без звездочки, это какое-то... Это издевательство над людьми, потому что она очень сложная, и это как бы... Ну, это вызов здравому смыслу. Это, безусловно, задача со звездочкой. Итак, значит, 30 школьников. Среди любых десяти есть трое одноклассников. Доказать, что не менее 8 человек из этих 30 учатся в одном классе. Доказательство будет проводиться, конечно, от противного. Ну, такой стандартный метод начальной математики. Ну, что значит от противного? Значит, что вот у меня есть классы. Это какие-то класс номер один, в котором какое-то количество школьников. Класс номер два. Класс номер три. Класс номер четыре. Ну, и сколько угодно. Заметьте, сколько угодно еще. Ну, как, ну, не больше 30, конечно, потому что школьников не больше 30. Это понятно. Ну, вот, значит, я сейчас их... Вот тут важный момент. Я сейчас упорядочил классы по убыванию количества представителей в походе. То есть в походе побывала вот самый такой, самый крутой, самый спортивный класс этой школы. Это класс номер один. Вот, в котором, допустим, учится Мишенька, Миша Саватеев. Вот. Потом есть какой-нибудь класс номер два, где там учится кто-нибудь там еще, да, из моих знакомых, детей моих знакомых. Класс номер три. Ну, вот, и по нестрогому убыванию вот так расположим количество школьников, которые в этих классах учатся. Ну, и вот, соответственно, такой нулевой уровень, да, смотрите. Мы преобразуем опять в геометрические данные все это превращаем. Значит, классе один больше всего, но если мы предполагаем, что ни в одном из классов, что нет восьми одноклассников походе, да, ни из одного класса нет представительства восемь, то вот эта вот цифра семь, да, от нуля до семи, нам ограничивает вся картина будет внутри вот этого вот бесконечного вправо прямоугольника. Ну, на самом деле, она ограничена числом тридцать, но это неважно. Вот. Ну, и что же мы видим? Что в классе номер один не более семи людей. Потом, значит, это все как-то падает, да, ну, может семь, может меньше семи, ну, неважно, вот как-то падает, падает, да, вот так вот падает, падает. А может и не падает, может быть, вот во всех, например, по семь. Вот. Ну и, ну и дальше падает еще дальше, куда-то там падает. Вот. И что же мы тогда можем сказать, что нам, что нам в результате, что мы, что мы можем из этого извлечь, да, какую информацию из вот этой картины мы можем извлечь. Вот я перечислил одноклассников из класса номер один, одноклассников из класса номер два, из класса номер три и так далее. Первый вопрос, где проходит вот эта черта? Вот эта черта. Вот дальше она, да, идет вот так. Вот где эта черта? На какого уровня она проходит? Я утверждаю, что она проходит не выше уровня один. Внимание, не выше уровня один. Вот эта черта. Почему? Тут еще один акт доказательства от противного. Предположим, что она проходит на уровне два или выше. Тогда из пятого класса по порядку убывания представительности было бы не менее, чем два участника. Еще раз, из пятого по порядку убывания представительности класса было не менее двух участников. Но тогда из всех предыдущих тоже не менее двух. У нас лестница, она видите, она как бы справа налево спускается по построению. Но тогда вот вам, вот вам десять человек, из которых нет трех одноклассников. Не так ли? Вы согласны со мной? Вот они. Вот эти десять человек, по два из каждого класса, где нет трех одноклассников. И все. И значит, мы пришли к противоречию. В этом конкретном случае. То есть мы привели к противоречию ситуацию, если в пятом классе вот это вот представительство, да, будет более, чем один человек. Ну, а значит, в пятом по порядку представительности классе уже не более одного человека, а тем самым то же самое можно сказать про шестой, седьмой и так далее. Что вот здесь внизу, вот здесь внизу, не более одного человека во всех классах, начиная с пятого, не более одного человека. То есть лестница здесь уже вот такая идет и в каком-то месте просто обрывается. Ну что же, это уже неплохо, да? Что мы уже знаем, да? Предположив, что нет восьми одноклассников, что мы в результате знаем? Мы знаем, что у нас есть лестница вот такая вот, которая спускается вниз. Это количество представителей из каждого класса. Вот класс Миши Саватеева, в нем больше всего было участников. Вот там следующий какой-то класс, следующий, следующий. И мы знаем, что, во-первых, ни из одного класса нет больше семи, значит, эта лестница заключена вся вот в этот прямоугольник. А во-вторых, начиная с пятого по представительности класса, она просто внутри прямоугольника один на Н, какой-то там длины. Ну вот, а теперь мы приводим к противоречию этому. Потому что всего клеточек в этой лестнице 30. Это сколько людей пошло в поход, да? Ребят пошло в поход 30. Соответственно, эта лестница содержит 30 клеток всего. Скажите, пожалуйста, сколько их вот здесь? Ну, мы, конечно, не знаем. Мы, конечно, этого не знаем, да? Мы не знаем, сколько их вот здесь, да? О, а давайте даже вот здесь. Давайте даже вот здесь. Начиная с уровня 2 и выше вот в этом прямоугольник. Давайте возьмем вот этот прямоугольник. Вот сколько в нем клеток? Если даже самая худшая ситуация реализовалась, я, кстати, ругаю всегда школьников, когда они начинают говорить в худшей ситуации, потому что нужно строго что-то утверждать. Что же я строго утверждаю? Я утверждаю, что в нашей диаграмме, вот в этой части, да, в этой части этой диаграммы, не более чем, не более чем, сколько у меня получилось, не более чем, 5, 4, 5, 4, 20. Не более чем, 20 учеников. То есть, грубо говоря, вот смотрите, как сложно это выразить, если бы я не нарисовал таблицу. Я утверждаю, что не более 20 учеников пошли в поход из тех, которые в каждом классе из самых популярных сверх двух участников. Это невозможно сложное утверждение. А после рисования оно становится очевидным, что когда я нарисовал эту картину, то вот в этой части лестницы, понятно, что не больше, чем во всем вот этом прямоугольнике, а в нем 20 клеток. Значит, так как всего в походе 30 человек, то ниже этой картины, ниже двойки, не менее 10. Не менее 10. Раз здесь не больше 20, то здесь везде не менее 10. Ну и все, потому что теперь мы берем 10 любых абсолютно из них и очевидным образом заключаем, что среди этих 10 трех одноклассников не нашлось, потому что мы брали от двойки ниже. Вот такая потрясающая совершенно задача. Просто потрясающая, да? Видите? Предъявить какое-либо доказательство, кроме графического, это значит нужно формализовать понятие, там, вот количество учеников из этого класса минус 2, плюс количество учеников из этого класса минус 2, плюс количество учеников из этого класса минус 2, плюс это тоже минус 2, что это не больше 20. Но это ужасные какие-то формулы. А тут раз и все. Вот она картина, вот вам все доказано. Вот так. Ну вот это самое красивое и самое сложное из этих задач. Что я могу сказать? Берите эти листочки и решайте. Вот ровно это тот навык. Да, меня спрашивали в комментариях там, какое это отношение имеет к математике и вообще к уму? Ответ. Это прямо ум. Вот ровно он вообще. Это самая, самая радикальная модифистация понятия ум. Это умение решать такие задачи. Именно поэтому на всяких там драных этих конторах, бизнес, бизнес там, когда берут вас какие-нибудь финансовые эти кидаловы там все, где вы будете получать там по 300-500 тысяч, вам дают на собеседованиях ровно такие задачи. Да, вот вы когда-нибудь задумались, почему это происходит? Почему именно такого рода странные витиеватые школьные задачки там дают? Да потому что это и есть ум. Человек, который не может это решить, глупый, а человек, который может это решить, умный. И все. Не в смысле математики, а просто по жизни. На этой фашистской ноте я завершаю разбор этой задачи. Всем от культ привет! Субтитры создавал DimaTorzok